Стоп! Скажите, пожалуйста, кто тут кругом живет? Алиса в стране чудес Льюиса Кэрролла на новый лад. Режиссер Галина Зальцман сумела органично вплести в канву спектакль исторические факты 20 века, добавила музыкальные хиты и современные технологии. И вот уже детская сказка становится интересной взрослым, на глазах которых вершилась отечественная и мировая история. Мы рождены, чтобы сказку сделать. Были! Ура! Пересаживаемся! Пересаживаемся! Мышь Сони в интерпретации режиссера внешне мало напоминает зверька из Алисы Льюиса Кэрролла. Ее школьная форма и лозунги советских времен заставляли зрителей постарше вспоминать свои детские и юношеские годы. Как отметила театральная критика и эксперт фестиваля премьеры сезона Оксана Кушляева, Алиса в постановке Саровского драматического театра напоминает слоеный пирог и будет интересна для зрителей любого возраста. Люди, которые любят кино, увидят здесь одни смыслы. Люди, которые много смотрели советских фильмов и жили в Советском Союзе, они увидят другие смыслы. Ребенок тут увидит историю о родителях и о себе, и о том, как добраться до внимания родителей. На суд театральных критиков в рамках фестиваля премьеры сезона 2018-2019 наш театр представил две постановки – «Алису» и кукольный спектакль «Волшебное кольцо». Оценивая спектакль по мотивам произведения Льюиса Кэрролла, эксперты отметили, что зритель не всегда ищет отображение современной действительности на театральной сцене. Иногда людям требуется совершенно иное. А бывает, когда тебе хочется, чтобы создали какую-то фантастическую страну, какую-то грезу, иллюзию, чтобы ты просто переместился вместе с театром в какой-то нездешний мир. И тогда ты идешь в другой театр, визуальный театр, вот такой, может быть, как мы сегодня увидели Алису, он каким-то удивительным образом совмещает и разговоры в сегодняшнем дне, и путешествие в какую-то неведомую страну. После просмотра постановок всех 13 театров участников регионального фестиваля спектакль «Алиса» признан лучшим в двух номинациях. Премии «Творческая удача» получили режиссер спектакля Галина Зальцман и художник Екатерина Никисина. К тому же «Алиса» вошла в тройку лучших спектаклей фестиваля. Торжественная церемония награждения лауреатов приурочена к Международному дню театра и состоится 27 марта в Нижегородском доме актера. Елена Грецкова, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей САРО-24.